Привет-привет, любимые и дорогие зрители! Когда я готовился к записи этого видеоролика, у меня создалось такое четкое ощущение, что власть Украины взяла Конституцию Украины и вытерла, ну, я думаю, вы можете понимать, что они им вытерли. По-другому я сказать не могу. Сейчас мы будем разбираться, что там такое за розыск, что такое за база армор. Я это все разбирался. Это чистое какое-то шерлок-холмское расследование по мотивам интернета. Давайте, друзья, будем в этом разбираться. Очень часто бывает такая жизненная ситуация. К вам, допустим, на улице цепляются сотрудники полиции. Кстати, они это делают абсолютно безосновательно, потому что они не имеют права никому даже близко подходить и спрашивать документы, спрашивать еще что-то там безосновательно. Единственное основание, если вы что-то нарушили, какие-то, будем говорить, кодекс админ правонарушения, либо что-то там совершили вроде ДТП, тогда они на это правы. Просто так безосновательно они это делать права не имеют. Точка. Запомните это, друзья, для себя раз и навсегда. Это если они к вам будут цепляться на улице. Соответственно, какая здесь ситуация? Они вот подходят и говорят, дайте там документы, что-то там сверяют и говорят. По планшету по-своему лазят, пальцами там ковыряются. И говорят, что вы находитесь в розыске, вы находитесь в этой базе. Такая армора есть, такое слово очень интересное, практически ругательное, я думаю. И говорят, давайте поехали с нами. Забирают человека с собой, завозят в, ну вы знаете это слово из трех букв, ТЦК. И, соответственно, туда человека куда-то пытаются отправить в армию. Хотя на самом деле мое мнение, что в первую очередь в армию должны идти как раз они. Потому что они годами проедали народное добро, будем говорить честно. Но суть здесь не в этом. Суть вот в чем. Иснует такая открыта база МВС Украины, особа, которая переховывается от органов влады. Я, как будь-який божевильный ученик, добавил туда, додал мое прозвище, имя по-батькове, натиснул там пошук, копчу, там что-то такое и за вашим запитом не найдено никаких результатов. Кстати, можете себя, друзья, тоже проверить. В чем суть данной базы, сейчас я постараюсь объяснить. Она в открытом доступе, как я сказал, уже находится, но суть ее очень простая. Если человек, тут достаточно должны быть много выполнено оснований, совершил какое-то преступление. Этот человек, соответственно, по какой-то причине, ну не хочет он отвечать, скрывается либо от следствия, либо уже его судят в суде. От суда скрывается, ну не является, к примеру, в судебные заседания, раз, два, три, четыре, пять не явился, его там ищут, не могут найти, и приводы даже пытались делать, возможно, и, соответственно, этот человек, его объявляют в розыск. Но для этого понять, что, во-первых, надо открыть уголовное дело, во-вторых, надо вручить ему подозрение этому человеку, и только после этого уже в суд обращаться прокурору с соответствующим входотайством, где они занимают, уже должны будут заниматься розыском данного человека, а конкретно какому-то там райотделу полиции поручают розыск, там, какого-то, будем говорить, злочинца потенциального. И вот такая вот достаточно сложная процедура. То есть априори, вот, допустим, вас, меня, Вовчика тоже, кстати, не могут абсолютно поместить в эту базу по одной лишь причине. Потому что мы с вами не совершали каких-то уголовных преступлений, и даже если кто-то из нас с вами их совершал, то все равно нам не вручали подозрения, и без подозрения это все сделать нереально. Это 100%. Любой спиробитник полиции тут со мной согласится, более чем уверен. Дальше. Идем дальше. То есть вы поняли, процедура крайне сложная и не имеющая никакого отношения к нам с вами. Это, я считаю, единственная законная процедура розыска человека. Другой никакой процедуры розыска человека у нас, в принципе, априори, согласно нашего законодательства, существовать не должно. Так все же, что это такое армор? Давайте будем разбираться. У нас исходит такой закон про национальную полицию из статья 26. И тут написано, что полиция засобей информационно-коммуникационных систем наполняет и поддерживает в актуальном состоянии реестри и базы данных, что входят до единого информационного системы Министерства внутренних справ. Стосовно. Тут есть очень много пунктов, если хотите, можете кто-то прочитать. У нас что интересно тут. Восьмый пункт. Особа, которая исходила административное правопорушение. Проведение справа, за которыми действует полиция. Соответственно, есть правонарушения, где полиция, как говорится, составляет. К примеру, будем говорить мелкое хулиганство, неповиновение сотрудникам полиции, много их. Но хочу подчеркнуть, что никаким образом, ни в коей степени и мере те правонарушения, которые относятся к центрам комплектования, вот эти неявки по повесткам, еще что-то там, полиция по ним никакие протоколы, постановления, конечно, выносить не может. То есть, мы делаем первый вывод из этого. Существует конкретно статья 26 о национальной полиции. И там можете пересчитать, не хочу на это время тратить, еще раз предлагаю, ни слова не сказано о том, что они имеют право добавлять информацию о человеке в какую-то там непонятную базу. То есть, чтобы этого человека разыскивали сотрудники полиции за то, что он там, по мнению сотрудников центра комплектования, что-то там, какой-то долг перед сотрудниками центра комплектования непонятный не выполнил. Какой у нас есть долг перед сотрудниками центра комплектования, я за всю жизнь так пока и не разобрался. Ну, это опять же идет философское отступление. То есть, что происходит по факту? Мы же должны с вами разобраться. Есть человек, который вчера крутил быкам хвосты в селе. Сегодня он попал каким-то чудом, скорее всего, за взятку, думаю, в центр комплектования на работу. И этот человек, соответственно, идет в рамках своих умственных способностей, пишет какое-то там заявление в полицию. И те тоже в рамках своих умственных способностей добавляют человека в какую-то базу. То есть, вот это та самая база армор. Что это такое? Давайте будем разбираться. Но хочу еще раз подчеркнуть, что полицейские этого делать не имеют права. Потому что ни в каком законе ничего об этом не написано. Я стал искать. Вот написал. Армор. Первая википедия ссылка. Потом идет какой-то там бронежилет и бронекаски. Что-то какая-то фирма, я так понимаю. Не знаю, что это такое. И Under Armour. Какие-то спорттовары. Дальше не хочу показать. Никакого отношения оно к нам с вами не имеет. Соответственно, Armour. Это есть такая формулировка из Википедии. Интегрована информационно-пошуковая система МВС. Разроблена МВС Луганской области под керевництвом Андреева Максима Валерьевича. Принята за базу у всех областных МВС с 2002 року. Очень интересно, сказал Вовчик и сказал я в том числе. Я думаю, вы тоже можете сказать очень интересно. Потому что как такового, как мы видим, нормативно-правового акта, какого-то там постановления, положения от МВС Украины, либо еще от кого-то у нас не существует. Найти его нельзя. Может быть, они там что-то на нычку себе приняли. Ну, простите, как можно то, что там они себе на нычку принимают, на основании этого добавлять фактически в их какую-то там базу людей и, будем говорить честно, большинство мужского населения Украины. Ведь это ни в каких воротах не лезет и ни в какой нормальной голове не держится. Что там было дальше? Днепропетровский Державный университет внутрешних справ. Кафедра экономичная и информационная безпекция. И у них есть лекция, очень интересная. Информационная забеспеченно профессионная деятельность. Ну, я б написал діяльность, а они пишут діяльности, ну, мабуть, тим, чтобы не делать помилки у співробітников полиции, у их викладачев, очень плохая. И тут есть ответная тема. Armour является собой с укупностью организационных и распоряженных заходов, программных технических и информационных и коммуникационных засобов, что обеспечивают формирование и ведение доведения информационных, оперативно-розшиковых, обликовых, авторизованих доступов до информационных ресурсов и ИПС. Там есть целокупа цих баз. Единый облик, розшук, признання, рич, антиквариат, втраченный документ, угон. То есть, мы с вами делаем вывод, исходя из этой научной работы, напишется на их с грамматическими ошибками. Очень простой вывод. В том, он заключается, что Armour – это, грубо говоря, их общее название вот этих всех систем. То есть, там есть какие-то системы по розыску людей, которые пропали без вести, по уголовным преступлениям, по оружию, какие-то базы, еще там кто-то написал заявление на кого в полицию. Все это там сохраняется в этих их базах. Баз много, но в целом это все называется вот этим словом, не буду говорить матерным, из четырех уже букв Armour. То есть, вот это соответствующая система. У меня есть теперь очень большой вопрос. Это будет риторический вопрос. У нас истнует две статьи. Ну, точнее, их больше, три. Але найголовніший. 210 – это порушение производителями військовозаповязанными ресервисными правил військового облику. Это 210 за значком 1 – порушение законодавства про оборону, мобилизационную подготовку та мобилизацию. По этим статьям сотрудники центра комплектования, точнее, их начальник в присутствии человека имеют право составлять протокол и постановление выносить о привлечении к админответственности человека, который они считают, что нарушил какие-то там их правила, вот эти, может, там не явился по повестке, может, еще как-то там нашкодил конкретно этому начальнику центра комплектования. Пока там штрафы не такие большие, не захмарные, несколько тысяч гривен. Вот те, которые там обещали, по 250 тысяч гривен пока не приняли. Они, говорят, там очень сильно в ЦЦК по этому поводу расстроились, потеряли такой рычаг давления и зарабатывание денег. Давайте, друзья, разберемся дальше. Имеют ли право сотрудники полиции по заявлению вот этих вот из центра комплектования добавлять кого-то в какие-то базы. Базы, подчеркнусь, нигде ничем не урегулированы. И фактически какого-то закона, в первую очередь, у нас не существует, который бы регулировал их деятельность. Если есть какие-то секретные ДСП, там, приказы для служебного пользования, еще что-то такое, то, как говорится, их внутреннее дело, почему мы с вами, кто-то из нас с вами должен подчиняться каким-то секретным документам, которые не доведены до граждан Украины. Статья 19 Конституции Украины. Органы, державные влады, то органы местного самоврядувания, их посадовые особи, собовязаны дойти лише на представе, в межах повноважения, та у способ, что предбачено Конституцией та законами Украины. То есть, соответственно, с первообитниками полиции, разом с первообитниками ТЦК взяли и, вы понимаете, что сделали с Конституцией Украины. То есть, такой процедуры у нас не существует. Но в тот же момент они в эту свою базу, которой нету доступа у людей, которая не находится, ну, нельзя ее никак пощупать, посмотреть, только они там у себя сами могут что-то наклацать. Полицейские берут, вносят людей, при том, что эти люди все всегда, хочу заметить, не совершали никаких админ правонарушений. Просто на них написали заявление и всех внесли. И более того, мне уже рассказывали люди, что сотрудники полиции нашли себе что? Что они всегда находят? Нашли себе классный заработок. Заработок заключается в том, чтобы, если с человеком что-то с каким-то, не дай бог там, как говорится, попал он в эту базу, с него можно взять бабки за то, чтобы из этой базы этого человека убрать. Ну, как говорится, браво! Это реально является полностью правовым государством. И то, к чему мы шли эти 30 лет. Потому что за 30 лет никто никак, ни в коей степени и мере, не попытался вот эти вопросы, связанные с розыском, с этими базами, законодательно урегулировать, кроме каких-то общих норм, которые я вам зачитывал в законе Украины о национальной полиции. Соответственно, делаем вывод, этот розыск, он возможен, все мы там находимся, я нахожусь, думаю, скорее всего, вы там тоже, многие из вас находятся, Вовчик, я думаю, тоже не исключение, хотя он не согласия своего на то, чтобы информацию у него, персональные данные где-то там распространяли между ДЦК и полицией, мне давал, он мне об этом рассказывал. То есть происходит такая ситуация, что полное нарушение закона. Я, честно сказать, смотрел такое мнение от юристов, что можно написать заявление в полицию, сказать, что уберите меня из этой базы, сообщите, есть ли я в этой базе и так далее. Но надо понимать, что есть такое понятие, как беспредел. То есть человека по беспределу поместили в эту базу. И каких-либо нормативно-правовых актов, регулирующих и обязывающих сотрудников полиции, к примеру, по вашему заявлению, обращению и так далее, убрать информацию о вас из этой базы, не существует. То есть, это, как говорится, на их усмотрение. Либо вот это, опять же, то, что я рассказывал чуть раньше, про хабари, про взятки. Дайте денег, мы вас уберем, а завтра эти из ДЦК придут, опять напишут заявление, опять вас туда добавят. То есть полностью называется это все лютый беспредел. И каких-либо оснований для того, чтобы вот это все производить, у нас в государстве, в нашем правовом поле, в законодательстве, тем более в Конституции, не существует. Сделаем такой вывод, не очень утешительный, но я думаю, что, друзья, мы с вами должны знать и понимать, как я люблю говорить, ситуацию в Украине. Как сказал один наш гіст, Игорь Лапин, пробачите за лексику, но мобилизуйся, або сдохнешь.